Частным монополиям в Казахстане запретят выполнять экономические функции государства. Об этом стало известно в ходе презентации законопроекта по вопросам реализации отдельных поручений главы государства в Можилисе. Вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав монополистам, за исключением государственной монополии и специального права. О чем еще говорили в Можилисе? Напомним, Токаев заявлял, что намерен максимально ликвидировать монополии в стране. Если мы не решим эту проблему, наша экономика не будет развиваться, а внутри политическая ситуация только ухудшится, сказал Токаев. Демонополизация стала девизом нового Казахстана. Скопление богатства, власти и прочих благ в руках узкого круга людей объявлено ключевой проблемой для будущего Казахстана. В странах ОСР, на которые равняется Казахстан, вообще не существует понятия естественных монополий. Монополии вредны для рыночной экономики, говорят финансисты. Они мешают свободной конкуренции. Монополия получает возможность получать более льготные кредиты, занижает цены поставщикам и завышает покупателям. Более того, они имеют возможность влиять на законодательные и даже судебные решения, используя парламентское лобби и нанимая искушенных в ведении дел адвоката. И как выяснилось сегодня, они даже свои кредиты включают в тариф для населения. Субъекты, когда получают займы, потом уже по факту, по стфакту приходят и говорят, вот у нас есть займ, нам нужно его погашать. И мы хотим или нет, мы обязаны уже включать это в тариф, потому что это идет на исполнение мест программы. В данном случае, чтобы избежать таких принудительного включения в тариф, как бы увеличения, мы хотим предусмотреть, чтобы было предварительное согласование этих соглашений, и потом только они получали эти займы. Кроме того, глава государства поручал правительству выработать комплекс мер по развитию креативного сектора экономики. Бизнесы в сфере креативных индустрий создают товары или услуги, в которых творческое решение вносит высокую добавочную стоимость. Если взглянуть на мировой опыт инвестирования, то большинство компаний инвестируют в создание креативных облачных сервисов, медиаплатформы, цифровые инструменты. Наиболее привлекательными сферами для инвестиций в креативные отрасли стали рекламная деятельность, производство кино, новые медиа и дизайн. Словом, со временем креативная индустрия может стать дороже золота и нефти, говорят экономисты. Но пока доля креативных индустрий ВВП Казахстана составила чуть больше 2%, что в несколько раз ниже показателей развитых стран. В мире от 10 до 15% доли ВВП занимает креативная индустрия. У нас по предварительным подсчетам это не более 2% в целом. Как стало известно в Мажелисе, в креативной индустрии мы будем использовать опыт Великобритании и Германии. Там рекламщики, архитекторы, художники и дизайнеры зарабатывают миллиарды долларов. А мы пока сильно отстаем в этом плане. Боуржанше Ахмед Ахмедяр Ильязов, Столичное бюро, ТДК-42.